привет друзья вы на канале farnax film и сегодня мы поднимем очень важную тему насколько необходим проект для бани да в целом для любого строения смотрим далее на просторах ютуба я как-то зацепился глазом за один интересный ролик в котором увидел необычную баню необычная баня была тем что у него была очень необычная планировка и у меня возник вопрос ломаем ли мы стереотипы тем что начинаем плясать не от печки от проекта бани с этим вопросом я обратился к владимиру основателю компании плотников который занимается постройкой домов бань всего что угодно собственно они разрабатывали эту баню и вот мы у вас гостях здравствуйте ну и конечно же здесь походили посмотрели и сейчас для наших зрителей подробно расскажем что у нас сейчас остается за кадром вопрос простой как родился проект этой бани жизнь смотри это всегда совместная работа то есть и строительные компании то есть нас и заказчика в этом и интерес когда мы строим баню дом неважно да мы это все всегда называем домовладением и здесь как ты видишь далеко не стандартная стилистика самой бани но она очень сейчас привычно к европейскому быту то есть если мы посмотрим на скандинавию на финляндию то как раз вот всякая стилистика баранхаус отсутствие скатов обязательно большая терраса и вот эта зона выходящие из самой бани на террасу также как и дом сейчас соединяется с террасой и со всем участком также большое и витражное окно то есть основная мысль следующее то есть раньше мы мыслили либо домом либо бани это отдельные строения а сейчас у нас есть один большой дом это называется весь участок то есть мы теперь здесь проводим время и надо все это максимально соединить то есть находясь даже в порно если мы с тобой зайдем и посмотрим то есть мы видим весь участок то есть мы себя чувствуем на природе и максимально с ней соединяемся они уходим за вот эти четыре стены спрятались даже чтобы окошко не было и сидим вот такая основная концепция и мы ее как раз постарались я надеюсь то что получилось реализовать с нашими заказчиками на этой бане ну то есть вы целиком ушли от классической схемы когда у вас обычный там дом и стенок в котором там одно помещение разделено пополам и получили мойку и парное помещение ну примерно да но концепция и основная суть она осталась да то есть баня в любом случае остается баней неважно как мы расположили стены там также приятные качественные крутой парк да но по стилистике вот конечно же мы поиграли и немножко вот этой европейской стены в новосибирск привнесли вот что сейчас подумают гуру парение в различные пармейстеры глядя на эту баню насколько она была бы для них комфортно я думаю у нас бы вместе с тобой закидали сейчас процентов и сказали что вообще категорически так делать нельзя все неправильно но здесь мы в первую очередь ориентируемся на заказчика да здесь наш заказчик это не пармейстера хозяин вот этого данного домовладения и нам важно чтобы он именно был доволен и поэтому мы закрываем задачи именно этих заказчиков они людей которые смотрят на нас с экрана и каждый здесь будет прав со своей стороны потому что если это профессионал с точки зрения баня и надо ему дать профессиональную баню а если человек ориентирован и в бане попариться и круто провести время с друзьями важно вот это именно соблюсти ему не нужна именно профессиональная баня там с точки зрения пара потому что он может посмотреть визуально на как бы профессионально выверенную баню и не понять ее сказать ну а зачем вы мне избу здесь моем европейском участке здесь построили и поэтому вот как-то так я уверен может быть абсолютно русская баня которая устроит любого пармейстера любого профессионала здесь но при этом она будет выглядеть нестандартно о чем нельзя забывать при подготовке к строительству ну давай же вместе подумаем да потому что вопрос на самом деле сложный в первую очередь я думаю так как это баня это будет печь да то есть нам четко надо понимать где будет стоять у нас печь вроде бы вопрос простой но в то же время он и сложный да то есть надо грамотно расположить печь с точки зрения чтобы она нас не обжигал чтобы было достаточное место чтобы полки расположились и уже от этого будет понятно готовить либо подпечь фундамент и опять же если мы говорим про выход трубы чтобы кровля была подготовлена и как у нас часто бывает мы начали оставить баню начали вскрывать крышу которые уже сделаны и попали в стропильную ногу соответственно стропильную ногу мы выпиливаем что не есть хорошо и начинаем ее обходить то есть ну как говорится на строительном языке делать такую залипуху да то есть это не есть хорошо первое это все-таки сама печь второй момент мне кажется для меня очень важный что я замечал вот сам на себе то что мне не очень нравится маленькие парные все-таки ну я люблю попариться и мне нравится когда есть воздух чтобы было достаточно и продумать чтобы парная все-таки было побольше во первых к тебе могут приехать друзья знакомые все-таки хочется поболтать пообсуждать какие-то вещи плюс помимо этого хочется чтобы пар был мягкий даст то есть чтобы он не обжигал себя и вот с точки зрения и сюда я бы включил расположение самих полков чтобы можно было и профессионалу попариться чтобы можно было отлично доставать чтобы все у тебя друзья знакомые родственники расположились это вот обустройство именно самих полков то есть определенный простор должен быть именно в парильном помещении да да я считаю но опять же мы всегда упираемся в тот момент то что есть профессиональные парильщики есть те кто все-таки больше любит спа релакс и для них это не настолько может быть важно но я все-таки немножечко свой опыт вам в канала немножко себя добавляю владимир ну несмотря на то что на этом огромном участке еще откровенно говоря конь не валялся мы находимся вполне комфортных условиях вот здесь есть такой островок уюта комфорта который создает вот эту неповторимую атмосферу как раз чуть больше чем просто баня да да совершенно верно и об этом как раз и стоит задумываться воспринимать баню не только место где можно помыться ну помыться тоже обязательно важно и попариться но как зону отдыха здесь ты правильно же не заметил то что мы чувствуем себя здесь комфортно потому что вот этой зоны уже занялись продумывали какая должна быть беседка да то есть терраса на которой мы находимся какая должна быть зона отдыха то что окна здесь полностью открываются и соединяют уже баню вместе с природой и каждый раз надо задумываться чтобы они это не просто баня а это целый ну вот такой спа комплекс можно сказать и заметь еще когда здесь возведется дом в будущем к примеру дома там сидят там возможно родители с детьми а мы сюда можем там с друзьями которые товарищи приехали до спокойно в полный голос посидеть пообщаться и при этом мы друг другу мешаться не будем и это возвращаясь к пункту о котором мы говорили до этого важно правильно зонировать да то есть сейчас мы говорим то что важно правильно продумать саму баню и само домовладение полностью вот весь этот участок сейчас во многих финских банях которые сейчас профессионалы кинутками да какие финские бани финская сауна много именно решений со стеклом и что перекочевывают уже в русские бани конечно может кто-то сказать что это неправильно категорически так делать нельзя но мы все-таки экспериментируем делаем и совмещаем вот нашу русскую культуру с европейской интегрируем совершенно верно совершенную замещаем итак друзья я считаю что мы уже концептуально определились с тем какая баня должна быть какие основные элементы в ней должны находиться чтобы превратить ее из обычного парного помещения с мойкой в некую зону отдыха а вот в следующем ролике мы обязательно с владимиром поговорим о том какие материалы для стен использовать какие материалы для отделки какие цветовые решения актуальны в этом сезоне на бане и естественно на что опять же в первую очередь обратить внимание при отделке итак друзья спасибо что были сегодня с нами владимир спасибо вам за интересную беседу тоже большое спасибо подписывайтесь на канал заходите на фарнакс точка ру и ждем вас гости на сибирске счастливо